я хотел с вами полностью проработать эту статью биоинокулянты для яблони. Поверьте, среди вас найдется несколько человек, у них образование покруче моего, им было бы интересно, особенно чтобы вот это все еще разжевать. Из-за требований рынка к выбору видов, я вас не пугаю, мы пропустим все, почти все. Из-за требований рынка к выбору видов и сортов плодовых растений, из-за растущих требований потребителю к качеству плодов производители должны очень часто менять посадки. Кроме того, срок годов сезон снижается за плохо растущих подвоев. Понимаете, написали искренне, честно. Вот эти вот сады, да, ниже покажу, вот, это не подарок, это делается от отчаяния. Ну, еще раз говорю, я вот когда вот это от познакомился, почитал про польские ученые, понимаете, я сам родом из Польши. Так вот, значит, мне стало интересно. Ну, я это читал, читал, вы уже поняли. Проблемы вот они. Часто менять посадки. Плохо растущие подвои. Все это проблемы. Пропаж пропускаю, боюсь напугать вас. Обычное явление микоризы, пример симбиоза между растениями и непатогенными грибами. Микоризные грибы способствуют устроению воды и питательных вещественной системы. Взамен получают ассимилианты от растений. Ну, среди вас много грамотных, я не буду расшифровать. Я сейчас чуть-чуть, посмотрите, грибы, 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 они с помощью грибов хотят лечить усталую почву. А я предлагаю по принципу, опять, нормальные герои идут в обход сейчас. Вот, условия усталой почвы, яблоки на России хуже, доказана эффективность. В общем, серьезные статья, серьезные ребята. Польша это производитель яблок, мы рядом с ними эти самые. Я взял и показал, что такое нормальные герои идут в обход. Нормальные герои, а это промышленные посадки. Обратите внимание, что это. Это почва. А для меня она изуродована почву. Видите? Вот эту фотографию и вот эту фотографию мне подарила Эляна Сану Савельев. Спасибо ей. Это Мичуринск. Вот. Молодые деревья. Эта почва еще чего-то хватает, но проходят годы. Вот. Там уже следующая тема. Проходят годы и почва устает. Почему? Смотрите. Ничего нет в этой почве испытательных веществ. Здесь не зря упомянули микоризм, грибы. Не зря. А почему? Потому что вся система разрушена полностью. Вы понимаете? И это и есть интенсивный сад. Несколько лет его надо менять. Ну и уже тогда на другом месте садить придется. Выкапывать бетонные эти самые. Ничего хорошего там нет. На юге, в Испании, в Италии, это им спасает вот эта вот жара и быстрый рост. А у нас-то этого нет. Так. И вот я бы хотел один раз убедить их в чем. Берем в это же НИИ Мичуринска, куда меня никто никогда не пригласит. Вот. Значит. Я им сажаю, допустим, или кто-то из моих щеков. Параллельный сад. Такое же количество. Такие же сорта. Вот. Такие же площади. Но оказывается, у меня уже за 30 лет не устала почва. Почему? Трава, когда косится, она тут же заменяется. Почему? Вылазит следующее поколение травы через месяц, через два. Почему? Потому что место под солнцем освободилось. Там на каждом квадратнометре миллионы семян. Шансов нет. Я раз косил. А коса, вот эта бензокоса, она еще и размельчает мелкую труху. Труха устилает почву. Она совершенно не мешает. Второе поколение. Четыре покоса за летом, причем жирной травы. А она-то не просто берется из этого сама. И, допустим, трава. Извините, я должен это рассказать. Я должен, ну, что-то же новое говорю. Вот. Что получается? Казалось бы, она забрала питательные вещества из земли. Скосили. Ну, пусть траву граблями не убираем. Она тут же остается навязчиво. То есть, плюс на минус. А яблони, как были яблоками, уносятся питательные вещества, если дерево дало яблоки или груши. Значит, получается минус. А я говорю, не минус. А еще и плюс. А почему? Да потому, что эта трава является главным уловителем. Азота – самое главное вещество. Ни в этом, ни в минеральных удобрениях. А в атмосфере. Он нейтральный. Он ни с кем не контактирует. Мы им дышим. Ну, это сколько? Процентов 70, что ли? Я уже забыл. Это главный и этот самый. И это же главное вещество – азот для роста растений. Кто его улавливает? Кто переходит его в эту самую мульчу, в эту труху, которая уже может перегнить? В листья на деревьях, которые падают и остаются на месте. И никакой усталости почвы нет. Азот-то с воздуха. Ведь не зря же за тысячу лет целый сантиметр. Ну, это средняя цифра. Добавляется прямо в этом. В лесу, в степях. То есть нарастает слой губусный. Это же не случайно. Это много. Сантиметр за тысячу лет. Нарастает из ничего. Прибавка. И вот если от этого отказаться, мы будем иметь прибавку. А чтобы доказать, что мою правоту, нужен сад дублёр. А здесь, да, если вот так. Тут, конечно, яблоки 2-3 года и всё, и сад устал. Понимаете? Устал, всё. Несколько урожаев. А бесконечно восполнять как можно. Надо добавлять. А это же себестоимость. Вот чем дело. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...